Манёвренность конька и скорость шайбы. Как прошёл мастер-класс по хоккею? Прямо в яблочко. Научиться стрелять никогда не поздно. Игровой стол, ракетка, мяч. Участники спартакиада сыграли в настольный теннис. К спорту муравленковцы приобщаются с детства. Едва научившись твёрдо стоять на ногах, малыши отправляются покорять лёд. Как проходят тренировки по хоккею в следующем сюжете. Некоторым из них едва исполнилось пять, а они уже вовсю рассекают лёд. Чтобы гонять шайбу, как Александр Овечкин и Илья Ковальчук, маленькие хоккеисты не пропускают ни одного занятия и внимательно слушают тренера. Ножки всё время слогнуты. Не отрываем ножки, мы не отрываем от льда. Ноги на ногу, переваливаемся. Поехали ещё раз зелёные. Зелёные, поехали, зелёные. Сегодня на лёд вышли более 20 юных хоккеистов. Александр Вениченко – один из них. Впервые на коньки он встал в три года. Но вот манёвренности научился именно здесь. Хоккей нравится мне. Как держать клюшку, защищать свои ворота и вести борьбу на льду – эти правила – основа основ. Их спортсмены изучают с первых занятий. За шагами маленьких хоккеистов к большому спорту наблюдают родители. У меня здесь играет сын. Мы практически с начала секции ходим. Нам очень нравится, поэтому постараемся не пропускать тренировки. В целом очень довольны, что он занимается данным видом спорта. Нравится, конечно, очень старается. Маленький, конечно, но старается. У меня сын ходит на занятия по хоккею. То есть его пришёл поддержать. Прогрессирует в этом виде. Уже три месяца, четыре ходят, пятый уже. Более лучше стали кататься. Тренер хороший у них. Сыну очень нравится. Да, он занимается с удовольствием. А вам нравится? Конечно, конечно. Потому что спорт динамичный, развивает мужские качества, характер, командный вид спорта. Старший тренирует младших. По такому принципу и проходит открытые мастер-классы по хоккею. В то же время за техникой каждого следит тренер. Он выявляет сильные и слабые стороны игроков. Сейчас ещё многие из них не готовы к большому льду. Но это пока. Быть может, в будущем кого-то из ребят мы увидим в НХЛ. Спорту все возрасты покорны. Пока юные муравленковцы учатся гонять шайбу, взрослые обучаются стрельбе. В городском тире жители города учат целиться по мишеням и попадать прямо в яблочко. На сегодняшний день тир посещают около ста муравленковцев. Это не только опытные спортсмены, но и любители пострелять. Среди них пенсионеры, трудящиеся школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья. Все они занимаются в спортивно-оздоровительной группе. Свой стрелковый путь новички начинают с малокалиберной винтовки. Но уже через пару недель переходят на пневматический пистолет. В более старшем возрасте можно с нуля научиться стрелять? Можно. Данный вид спорта это позволяет. И сейчас у нас, кстати, очень удачно организована утренняя группа пенсионного возраста. И сейчас я могу похвастаться, что даже два моих воспитанника, Чита Тимошенко, участвовала даже уже на выездных соревнованиях. И я с большим удовольствием приглашаю как раз именно эту категорию жителей. Присоединиться к группе может любой желающий. Однако при условии, что спортивный врач и психиатр дают разрешение на такие тренировки. К слову, полевая стрельба делает человека более выдержанным и уравновешенным. С каждым годом растет интерес жителей города и к фигурному катанию. После открытия этой ледовой арены все больше муравленковцев встают на коньки. И именно здесь юные фигуристы оттачивают свое мастерство, чтобы однажды стать похожими на своих олимпийских кумиров. Едва научившись ходить, Женя Хаюстова встала на коньки. И уже к четырем годам могла дать фору начинающему взрослому. Сегодня она катается виртуозно и мечтает об олимпийском золоте и профессиональной карьере фигуристки. Мне нравится больше всего фигурное катание. Это когда я катаюсь и занимаюсь. Мы делаем занятия в фонарике, прибежку. Большие надежды, говорит тренер, подает и Карина Денисова. Смелая, вадушулена девочка с обаятельной улыбкой, горячими глазами не боится разучивать сложные элементы. И парочку из них уже выполняет на отлично. Мне нравится фигурное катание, потому что там танцуют, меняют прыжки, вращаются. Самое сложное – это салих. Почему? Потому что когда едешь назад, главное – закрутиться и не упасть. А у тебя сейчас получается? Да. Но прежде чем научиться прыгать, выполнять тулуп и аксель, девчонки и мальчишки учатся правильно падать. Ведь фигурное катание не только красивый, но и травмоопасный вид спорта. Он требует огромной смелости и выносливости. А они вырабатываются на тренировках. Самое главное зависит в спорте. Где занимаются младшие дети, от родителей. Если родители целеустремленно вводят ребенка на тренировки, без пропусков, без уважительной причины, то тогда будут и результаты. Сегодня в этой секции занимается около 40 фигуристов. И это их первое показательное выступление на ледовой арене Арктики. В каждом уже чувствуется энергетика льда. Говорить о будущем ребят сейчас рано. Каких высот они смогут добиться, зависит только от них. Активно проявляют себя муравленковцы и в соревновательной деятельности. В городе продолжается 19-е спартаки от отвердящихся. Она посвящена 35-летию города. В этот раз спортсмены сошлись в настольном теннисе. 11 команд побороли за звание лучшей. В поле битвы – игровой стол. Оружие – ракетки. Участники изо всех сил удерживали мяч в игре, пытаясь безвозвратно отправить его на половину стола противника. Лучше всего задачей справилась команда «Газпромнефть» ННГ. Второе место заняла сборная управления физической культурой и спорта. Бронза – у управления образования. К труду и обороне готовы. Более 200 муравленковцев выполнили нормы ГТО. Смешанные боевые единоборства. Муравленковцы в числе сильнейших бойцов ММА Ямала. Активный досуг. Какие спортивные мероприятия пройдут выходные. Ярко заявляют о себе наши спортсмены и на выездных соревнованиях. На региональном турнире по ММА муравленковцы завоевали разные награды. Чемпионаты первенства Ямала по смешанным боевым единоборствам проходили в Ноябрьске. В них приняли участие 150 спортсменов из семи городов округа. В первый день участники сошлись в предварительных поединках, а во второй – в финальных боях. В итоге в копилке Муравленко – одно золото и три бронзы. Первое место в своей весовой категории занял Игорь Кузнецов. На третью ступень пьедестала поднялись Денис Антонов, Адам Салтаев и Ниджат Салаев. Все больше муравленковцев присоединяется к сдаче нормативов ГТО. Только за последний месяц свои силы проверили более 200 взрослых и детей. Для многих это уже стало семейной традицией. В семье Грабина трое детей. Старший Сергей уже выполнил нормативы ГТО на золотой значок. Теперь свои силы пробуют младшие – Дима и Катя. Их поддерживают старший брат и, конечно же, мама. Они все у нас спортсмены, поэтому они, я думаю, обязаны сдать ГТО. Пока получается, в принципе, на золото. Успехи есть. Они должны знать свои возможности. То есть, что они умеют и что они не умеют. Мне кажется, это должно быть. Сдача норм ГТО в Муравленко набирает популярность. Только сегодня на старт вышли около 200 человек. Среди них и дети, и взрослые. У каждого своя мотивация. Решила попробовать свои силы, свою подготовку. Ну и просто привлечь ребенка, чтобы в следующий раз и она пришла. У меня подружка Аришка. Мы с Аришкой хотим сделать все на отлично. Мне нравится, как дети бегают, отжимаются. Мне все нравится. Главное, я хочу, чтобы дети хорошо все выполнили и у них была золотая медаль. Прыжок в длину, отжимание, метание снаряда. Муравленковцы проходят 9 испытаний. Чтобы взять свою высоту, у каждого три попытки. Видно, что детки готовились, видно, что взрослые готовились. Спасибо большое учителям физической культуры, воспитателям. Видно, что дети пришли подготовленные. Ну, некоторым не хватает, конечно, немножко до золота. Кто-то сдает на бронзу, на серебро. Ну, опять же, повторяюсь, кому не удалось выполнить на какой-то знак, еще до 30 июня у деток есть время пересдать, улучшить нормативы. У взрослых отчетный период с 1 января по 31 декабря текущего года. Сдача нормативов – это не только отличная возможность оценить свои физические и спортивные показатели, но и интересно разнообразить свой семейный досуг. Кроме того, это хороший способ доказать себе, что ты способен на многое. Сдача нормативов ГТО проходит каждую субботу. Для того, чтобы получить золотой знак, участники должны выполнить весь комплекс испытаний на отлично. В эти выходные свои навыки в стрельбе из электронного оружия и плавания на дистанции 25 и 50 метров проверят кандидаты с третьей по девятую ступени. Мероприятия пройдут в центре Ямал. А вот в США участники с четвертой по девятой ступени попытаются преодолеть беговые дистанции 50, 2000 и 3000 метров. В грядущие выходные пройдут и различные соревнования. Не упустите возможность поболеть за наших самбистов и за семейные команды. 9 февраля в Муравленко пройдут окружные соревнования по самбо за счет спартакиада учащихся. В ней приимут участие юноши и девушки 2003-2004 годов рождения. Старт в 9.30 в Зените. Торжественное награждение начнется в 16.00. А вот на 10 февраля запланировано сразу несколько спортивных мероприятий. С 9.30 в центре Ямал семейные команды начнут борьбу за первенство. Соревнования пройдут в рамках 19-й спартакиада, трудящихся в Муравленко. В 11 часов стартует первенство по лыжным гонкам. А в 14.00 второй этап шахматного марафона 2019. Приходите, участвуйте, поддерживайте. Как проводить свое свободное время, решать вам. Но я все же советую хотя бы пару часов в неделю уделять активному отдыху. А вообще, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»